В местностях родового села начинают возводить самый высокогорный спорткомплекс, проект одобренный президентом России. После той встречи с президентом я докладывал о работе ему и отдельно положил по этому проекту. Мы показали все, что здесь и сами посмотрели, место, он интересный все посмотрел, дал поручение, поручение взято на контроль, все, процесс пошел. Сам Нурмагомедов начинает подготовку к очередной защите титула в уже обновленных условиях. Саркар Магомедов, Салих Салихов, Абдулла Магомедов, Вести, Дагестан. Это Большие Вести со зрителями Москвы и области. Увидимся через несколько секунд. В прямом эфире Тульские Вести в студии Кира Чирьевская. Добрый вечер. Первое место в ЦФО по урожаю рапса, второе по овощам и картофелю. Результаты года и меры поддержки сельскохозяйственной отрасли сегодня обсуждали в правительстве региона. От их работы зависит безопасность пассажиров поездов и доставляемых грузов. Девять регионов около четырех тысяч объектов под контролем Тульской дистанции инженерных сооружений. Без света и с испорченным потолком. Кто должен возмещать ущерб от протекшей кровли жителям многоэтажки? И всегда ли стоит идти в суд? Уже второй тайм в самом разгаре и на табло 0-1. Футболист Арсенал в эти минуты играет в Москве с одним из лидеров российской премьер-лиги ЦСКА. Первый тайм закончился по нулям и буквально несколько минут назад счет открыл Даниил Лисовой. Напомним, что молодежные составы играли накануне. Тулики были сильнее 2-1 и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. В конце эфира вновь вернемся к игре. Мы следим за счетом. Календарная зима вступила в свои права. На термометрах минус. По прогнозам в перспективе снег. Спокойно вздохнули аграрии региона и сегодня подвели итоги этого года. О них в материале Анастасия Октябрьской. Год выдался рекордным. По рапсуму первое в ЦФО и третье в стране. Уродился и второй хлеб. По производству картофеля Тульская область на втором месте в ЦФО. Второй результат мы показали и по овощам. Ударила статистика разве что по пчеловодам и то не по их вине. На законодательном уровне эту сферу сельского хозяйства поддержали, выделили субсидии. Задачу на будущее на оперативном совещании перед правительством сформулировал глава региона Алексей Дюмин. Ту динамику, которую мы достигли, и ее добавлять нельзя в следующем году. Использовать все возможные меры. Это федеральные программы, это региональные меры поддержки. С 2012 года в регионе реализуется программа грантовой поддержки. За это время более 240 фермеров получили свыше 500 миллионов рублей. В текущем году дополнительно к данным мерам поддержки введена новая мера поддержки проекта, который называется «Агрстартап». Тишина была бы в этом амбаре, если не грантовая поддержка. Когда-то одно из крупных живноуческих хозяйств региона разорилось. Коровники опустили строение, хотели продать на материалы. Спас и выкупил утопающее хозяйство местный постух, сторож и скотник по совместительству. Продолжение следует...